65% заболевших коронавирусом на прошлой неделе работающие граждане. Об этом стало известно на очередном заседании штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. Число случаев ОРВИ на прошлой неделе снизилось на 10%, зато выросло количество заболевших вне больничной пневмонии. По заболеваемости респираторными инфекциями эпидпорог превышен на 30%. При этом в возрастной группе от 7 до 14 лет превышение эпидпорога не отмечалось. Медики связывают это с тем, что дети находились на каникулах. Как сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян, более 5600 пациентов сейчас проходит лечение в стационарах, более 16 тысяч лечатся амбулаторно. На сегодняшний день развернуто 6163 койки. На подходе еще 200 койко-мест в клиниках медуниверситета. В резерве второй и третьей очереди еще 700 коек. Прошу согласования работы в учреждении и двухдневной готовности для обведения койок при возрастании количества пациентов. Давайте дадим право специалистам отрасли принимать эти решения оперативно, без фиксации сейчас, что вот эти койки разворачивают. Мы готовы, и это главное, а непосредственное разворачивание койок, конечно, должно учитывать и необходимость проведения экстренных и плановых операций в том числе. С сегодняшнего дня первых пациентов принял санаторий «Сергиевские минеральные воды». Всего там создано 175 мест. Он начал работать по модели санатория «Можайский». Туда направляют на долечивание пациентов, идущих на поправку с отрицательным тестом на COVID-19. Всего в санаториях региона планируется создать 759 мест. По поручению главы региона развернутый волонтерский штаб. Активисты помогают пожилым людям, находящимся на самоизоляции, в доставке продуктов питания. Пока обращений к волонтерам немного, Дмитрий Азаров порекомендовал действовать на опережение. Давайте мы инициативно отработаем. У вас есть базы данных по весенним нашим ограничительным мероприятиям. Наверняка есть люди в этих базах данных, которые обращались неоднократно. И волонтеры, и наши из холл-центра об этом знают. Мы вот два дня взяли на полную отработку всех механизмов, сейчас мы полностью готовы. Поэтому я думаю, что у нас после того, как мы сегодня начнем информационную кампанию, обращение буквы по этому... А что касается постоянных, скажем так, обращающихся, то они у нас вот, в общем-то, вот эти люди, о которых я говорю немногочисленные, это, как правило, одни и те же лица, которых мы практически уже ведем на постоянной основе, поэтому мы их все знаем и с ними работу и не приостанавливали, даже вот когда у нас было затишье. По поручению главы региона с 5 ноября началось обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом. Продолжается закупка препаратов. На эти цели выделено 119 миллионов федеральных средств и 60 миллионов региональных. Кроме того, система здравоохранения региона готовится начать вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Подготовлены списки людей из групп риска подлежащих вакцинации в первую очередь. Поставка планируется 30 ноября. Виктория Шарея, События.